всем добрый день кто зашел на мой канал сегодня я хочу показать вам вот такое красивое растение это молодила посмотрите как интересно она выглядит я составила вот такую композицию для него в горшочке у меня здесь находится три вида различного молодила здесь также с паутинка у меня присутствует посмотрите как нежненько и красиво все смотрится цветочки как искусственные хочу рассказать вам о уходе и содержание такого красивого растения как можете заметить я уже надела парку у нас температура плюс 15 градусов значительно похолодало поэтому снимаю на свежем воздухе так как это растение можно выращивать как и в вашем любимом саду или же на террасе на балконе также и в домашних комнатных условиях цветочек сам по себе не привередлив совершенно за ним очень легко ухаживать он относится к суккулентам температура содержания этого прекрасного растения летом он может вынести до плюс 30 градусов и даже выше зимой может переносить спокойно минусовые температуры предпочитает много солнца много света но учтите если он будет у вас на южном окне стоять что очень хорошо кстати для него устанавливать в квартире в доме его на западные на южные окна то имейте ввиду что нужно будет цветок притенять потому что он начнет у вас бледнеть гореть короче говоря получит ожоги и сгорит ребята также что хочу сказать температура влажности воздуха воздуха ему без разницы какая да он не привередлив совершенно поливать это растение летом лучше один раз в неделю зимой полив нужно производить один раз в две а то и в три недели чем холоднее будет температура в комнате тем реже мы производим полив поливать лучше всего конечно же отстоявшейся водой но также можно и полить из-под крана цветочек не привередлив но желательно поливать и отстоявшейся или фильтрованной опрыскивание этот цветок не любит он в нем не нуждается тем более если растение у вас будет молодое вот как у меня например видите здесь маленькие розетки вообще опрыскивание противопоказано потому что будет попадать вода во внутрь розетки и что приведет в дальнейшем к загниванию растениям поэтому не нужно этого делать пересадку тоже осуществлять нужно очень аккуратно потому что вот эти листики цветки они очень такие хрупкие они смотрятся как-то легкие компактные и плотники на самом же деле они очень легко могут повредиться да поэтому очень аккуратненько пересаживать пересаживать и размножать можно их с помощью уделения корней точнее вот этих вот это дочерних розеточек очень хорошо они размножаются и также семенами Очень красиво цветет это растение Цветет растение один раз в году Если вы создадите ему правильные необходимые условия То оно вас порадует вот такими вот красивыми цветочками После чего цветочки эти будут образовываться в семенной коробочке И из них мы можем посеять новые молодила Поэтому размножение, как вы понимаете, также можно производить семенным способом Кстати, после того, как цветочек ваш отсветет, он погибнет Поэтому не пугайтесь, что у вас пропал цветок, растение Это в порядке вещей, он обычно погибает Я не знаю такие случаи, по крайней мере у меня такого не было И в моем окружении, чтобы он выжил и радовал в дальнейшем своим видом Я не знаю, реально ли это или нет, не буду утверждать Я знаю, что когда цветочек отсветает, он погибает Вот как-то так, ребята Очень хорошо себя чувствует с такими цветами, как хлорофит и мудроцена рядышком Потому что молодила считается женским растением От самого названия вы можете понять, какую пользу он несет Он несет только положительную, позитивную энергию в дом Убирает негативную, нейтрализует энергию И плюс наделяет своего владельца молодостью Поэтому, ребята и девочки, кто хочет быть молодым, продлить свою молодость Я вам рекомендую приобрести вот такое вот прекрасное растение Покажу вам еще раз его поближе Потому что растение реально очень красивое и непривередливое И, кстати, имеет различную окраску, это в зависимости от сорта И от того, как вы за ним будете ухаживать, сколько цвета ему будет поступать Окраска у этого прекрасного растения идет как от цвета зеленого И переходит также в пурпурный, красный, бордовый оттенок Темный, зеленый Цветочки тоже цветет молодила розовыми, красными, пурпурными цветами Очень красивое цветение Очень красивое Цветение происходит на протяжении от 4 до 7 дней Как бы цветет немало, но и недолго, да, ребята Полюбоваться, понаслаждаться этим красивым цветочком можно Вот как-то так Что скажут по этой теме эзотерики и также феншуй Что растение благоприятно Очень хорошо его держать дома Нежелательно размещать его в спальне Как я сказала, убирает весь негатив в доме Притягивает также финансы, удачу, благополучие И я думаю, многие эзотерики со мной согласятся и поддержат меня Что это растение еще хорошо очень для тех людей, кто боится или думает, что на нем есть порча Или кто-то может навредить ему с помощью каких-то магических воздействий Сейчас в интернете у нас очень всего достаточно, да, и на форумах везде Поэтому, ребята, вот кто хочет себе такую защиту в дом поставить Покупайте молодила, да Спасибо всем за просмотр Я думаю, мое видео было вам интересно и полезно Я с вами прощаюсь Желаю вам всем всего хорошего Оставайтесь всегда подольше Молодыми, счастливыми, красивыми, а главное здоровыми Всем спасибо за просмотр До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok